Всем привет, друзья! В преддверии нашей скорой поездки в славный город Санкт-Петербург мы решили сделать для вас нарезку из архивных видео. Более того, в начале видео вы увидите кадры из нашего семейного архива, который мы никогда никуда не выкладывали. Видео, которое мы снимали для себя. Надеемся, вам очень понравится. Будем ждать ваши комментарии, лайки. Приятного просмотра! Всем привет! С вами Ярыс. И я записываю видео. Со мной мама, папа и Рома. И тетя Настя. Они находятся в забегаловке с дорогими ценами. Так, тетя Настя. Сейчас мы будем добираться до отеля. Стародорка здесь ждать. Идем, идем. Папа, а нам далеко идти? Все. Сейчас мы находимся на выставке военной техники. Здесь обалдеть, что имеются огненные пушки, мини-танки и все остальное. Рома, иди ровно туда. Тихо. Тихо. Точно тупик? Да. Так, теперь я первый. О, я нашел. Сюда. Рома, аккуратно, иди сюда. Ой, стоп. Тут стекло. Да, сюда. Руки-кини-стой! Аааа! 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 Ааааа! Аааааа! Почему так двигать? Да. Перецеприруем. Так, сюда. Ааааа! Ааааа! Мы находимся в хилопарке. И вот мы сейчас едем на небесах. На самом деле нет. Это опасно? Ага. Ух ты, там еще две лошенники. Сон так трясется он. Привет, с вами Ярик. И мы идем там, в планетарий. На предназвездку. Впереди мама и Рома. Как вам питерская жизнь? Почему? Что тебе не понравилось? Народ. Много народу? Ничего. А? Подумаешь, много народу и что такого? На некоторых тронах не прекратится. Потому что полностью места занят. Я тебе про Питер говорю, а не про парки всякие. Да? Сам город красивый. Ага. Достаточно. ПИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В психологическом прессинге одиночного заключения Инструкцию для тюрьмы Лично утвердил главнокомандующий Петербургским военным округом Великий князь Николай Николаевич После всех манипуляций узник попадал в тюремный коридор Тот производил Не менее гнетущее впечатление В тюрьме Трубецкого бастиона Всего 69 камер для заключенных Все они одинаковы Довольно большое пространство Железная мебель, вмонтированная в полы стены Слева и справа находились Умывальник и туалет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Казанский Кафедральный собор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, мы подошли с вами к Токаловому мосту Да, я смешиваю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это самая жесть вон там Что-то я ошибся. Что, побежали? Да. Давай. Там, по-моему, делаются движения реагирующие. Мы взяли себе на обед пюре с мясным ежиком, салат оливье и сок яблочный. На двоих это у нас все вышло на 467 рублей. Пюре стоит 45 рублей, ежик 87, салат 55, сок 40 рублей и хлеб 3 рубля. Водили с ютиндрал, ветер северный. Когда я вонковал, чуть размеренно. Мы не очковы, что будет, а как 11 лет будет. Мы пришли погреться. Мы слушались уличных музыкантов. Вообще песни были классные, очень понравилось. Можно было еще слушать-слушать, но замерзли в языке. Зашли взять кофейку спицы. Зашли в следующем году, Philippe, так все новое. На 6 мая. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы с вами посетим один очень интересный старинный литеранский храм, который называется Анинкирхи. Пойдемте. Вот культовое место. Данила Багров приходил покупать компакт-диски. Как я узнал-то, я забыл про не то место. Друзья, всем привет. Сейчас мы с вами отправимся на фестиваль SPB Transport Fest, который проходит на Манежной площади в Санкт-Петербурге. Давайте! Глёд, живу я глёд. Спроси его, живу я глёд. Хор, внимание! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, фестиваль на сегодня закончился. Завтра будет его продолжение, второй день. Мы пришли как нельзя, прям вовремя, вообще прям классно. Пришли, как раз начал только выступать Игорь Кернелюк. Некоторые убийства я вообще прям очень сильно люблю, особенно город, которого нет. И он, допустим, тоже спел. Концерт понравился вообще невероятно, просто он пел вживую все песни, при этом так бодро танцевал, шутил. Вообще, в общем, эмоции переполняют, очень классно. Всем привет, друзья! Мы забрались на прогулку. Сегодня у нас ждет Таврический сад, Летний сад Трапирова и Марсово поле. Возможно, еще мы затронем какие-нибудь достопримечательности. Посмотрим по погоде, по времени. Погнали! Вот там деревянный у нас какой-то. Вот здесь самый маленький памятник. Вот он. Дошли мы до музея артиллерии. Но вот выставка здесь идет не только в самом музее, но и рядом. Прошли, начали вот тут вот справа от музея смотреть оружие. Ствол 24-х фунтовой пушки. Масса 3121 килограмм. Это вообще 1626 год. Ну, тут какой-то... Гаага, Республика Соединенных Провинствий. Масса 2204. Попали чем-то по ней, наверное, ядром каким-нибудь. Молодец, александр, это не такой. Он у нас в Карелине. 1838 год. Я видел, что командир этого орудия награжден орденом Красного Знамени. Друзья, мы с вами находимся на университетской набережной. И сейчас мы с вами сможем увидеть две скульптуры сфинксов, которые были доставлены сюда прямо из Египта. Сфинксы были выполнены для оформления поминального храма Аминхотепа III, построенного при жизни фараона в Фивах на западном берегу Нила. Россия приобрела сфинксов за сумму в 64 тысячи рублей. При этом перевозка скульптур из Александрии в Санкт-Петербург обошлась казне еще, то ли в 18, то ли в 28 тысяч рублей. Во время погрузки на борт корабля одна из скульптур рухнула, в результате чего повредился платок на голове. Корона сфинксов, не являющейся частью монолита, были размещены на палубе отдельно. В мае 1832 года скульптуры прибыли в Санкт-Петербург. В 1831 году напротив здания Академии художеств архитектором Константином Тоном была спроектирована пристань в классическом греческом стиле. По замыслу художника ее должны были украшать скульптуры укротителей коней Петра Клотта. Однако цена изготовления статуй в 425 тысяч рублей оказалась слишком велика для Академии художеств. И в итоге было решено украсить пристань приобретенными в Египте сфинксами. Для этого Константин Тон переделал проект, изменив пропорции спуска к воде. Создание пристани началось незадолго до прибытия сфинксов в Санкт-Петербург. Однако строительство затянулось на несколько лет. В результате первые два года сфинксы провели во дворе Академии художеств. Своё место на набережной они заняли лишь в апреле 1834 года. Вероятно, тогда же были смонтированы короны на их головах. Скульптуры выполнены из розового суанского гранита и отличаются высоким качеством работы художника. Они также выделяются колоссальными размерами. Каждая из них весит 23 тонны и имеет 5,24 метра в длину и 4,5 метра в высоту. Накладные бороды у сфинксов отбиты еще в древности после смерти фараона. Сама пристава имеет длину 42 метра и частично врезана внутрь набережной. Она имеет 14 ступенек к воде. При этом через 6 ступенек от набережной расположена площадка, по краям которой помещены две скамьи полукруглой формы, торцы которых украшены бронзовыми фигурами крылатых львов – грифонов. Друзья, сейчас мы с вами посетим знаменитый дом художника Елисея. Существует легенда, что Петр Елисеев подарил графу Шереметьеву, у которого работал садовником, целую корзину земляники. Тот был настолько восхищен этим, что дал Елисееву на открытие собственного отдела 100 рублей. Немалые по тем временам деньги. Елисеев оказался не только хорошим садовником, но и талантливым предпринимателем, сумевшим построить бизнес на удовлетворение гастрономических запросов пятиобожцев. Сувенирная дружишка – 13200 рублей, 50-700, 50-600 баллов. И вон. Шоколад на шоколаде. 900 рублей – 100 грамм. 113 грамм – 14200. 50 грамм – 5000 баллов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сказал, пошел искать личинку Сердечник, как там еще называют Может быть, сейчас будет менять замок В общем, переехали не без приключений Такая вот карета тут есть Продолжение следует... Всем привет! Привет! Мы утеплились и идем на... Ночную прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга Смотреть надо в одной минуте Прогулка должна занять 2,5 часа По стоимости пока непонятно Увидимся чуть дальше Архитектор петербургского модерна Федор Толстой Владела им одна из ветвей рода Толстых Отсюда и название Толстовский дом Стоящий полукруг Это ансамбль бывшей дирекции Императорских театров Построенный архитектором Здание биржи недавно было передано Эрмитажу В бывших складах расположились Музеи почвоведения и зоологический музей Среди самых известных Найденные в вечной мерзлоте мамонты В начале 20 века В Сибири были обнаружены Прекрасно сохранившиеся останки взрослого самца Не только кости Но и мягкие ткани Внутренние органы Кожа и шерсть Исаакиевский собор стал самым дорогостоящим Проектом императорской России Обошелся казнем 23 миллиона серебром Внутри собор украшают разноцветные мраморы Драгоценные мозаики и росписи Петербург, Батинас-Пригородов Тарская Синополь Из-за моряц практически опустя В 1914 году Началась Первая мировая война Перед вами легендарный орудий пытки Про которые многие из вас наверняка слышали Это знаменитый испанский сапог В чем принцип действия Голень на ногах помещалась внутрь Начинают закручивать болты И посмотрите Можно было дробить верхнюю часть голени Можно было дробить нижнюю часть голени Можно было дробить голень целиком Закручивая винт Смещалась стопа В результате просто-напросто стопы сплющивались Иногда для усиления эффекта Человек заставляли в таких сапогах ходить Как ни в продакционном случае Но вот к этому орудию возмездия Я отношусь достаточно спокойно И вот почему Дело в том, что на коне Казнили конокрадов Я хочу напомнить Что Россия была страной сельскохозяйственной 80-90% населения нашей страны Были крестьяне У крестьян были большие семьи У которых было много детей Вор порой коня обрекал Такую семью на голодную смерть На голодную смерть обрекались дети Вот почему В нашей стране конокрадство считалось Самой позорной воровской профессией Как казнили конокрадов Каждые ножки коня Привязывали свою голодную собаку Здесь находилось лезвие Вора с разрынутыми ногами Приподнимали И со всего маху промежностью сажали на лезвие Собаки рвали ноги Ну а снизу его подрезали Продолжение следует...